Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов в летной пары индексов на предстоящий день. Вторник, 16 января, и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках, и начнем, как всегда, с парой евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется, следующие цели находятся на отметке уже 1.2533, а ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимуме, который был зафиксирован в понедельник, вчера на отметке 1.2187. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение, следующие цели находятся уже на отметке 1.391.40, ну а ближайший разворотный уровень располагается на минимуме вчерашнего дня, точно так же, как и по евро-доллару, на отметке 1.3725. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое нисходящее движение, следующие цели в рамках последней информации находятся в области минимальной значения, которую мы видели в начале января, это отметка 1.2346, ну и далее уже открываются предпосылки на движение до 1.2250. Ближайший разворотный уровень по данной паре находится на максимуме вчерашнего дня, отметка 1.2470. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое также нисходящее движение, следующая цель находится ближайшее, это обновление минимальной значения, которое мы видели вчера на отметке 110.32, ну а далее уже движение на 108.84. Ближайший разворотный уровень находится на максимуме вчерашнего дня, отметка 111.18. Австралийский доллар продолжает свое восходящее движение, следующая цель первая, это обновить максимум вчерашнего дня, уйти выше отметки 79.78, ну а далее пойти уже на 80.25. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимальной значениях вчерашнего дня, отметка 79.04. Еврофунт сегодня с утра попытался проколоть минимальные значения, которые мы видели вчера, но пока закрепления полноценного не произошло, поэтому тенденция на укрепление остается в приоритете. И далее уже следующая цель по восходящему движению, это область 89.14, далее на 89.73. Золото на текущий момент продолжает также свое восходящее движение, следующая цель это движение на отметку 1359 долларов за тройскую унцию, ну и ближайший разворотный уровень находится на минимуме 1335 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение, следующая цель находится на отметке 70.73 и далее на 71.40. Ближайший разворотный уровень можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 69.79. А по индексу DAX на текущий момент, пока мы торгуемся выше отметки 13171, приоритет к покупкам в рамках часового таймфрейма сохраняется с целью движения на отметку 13445. Если индекс DAX сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели последние три торговых дня, то уже вероятно продолжение нисходящего движения по данной паре. Ну и биткоин продолжает свое коррекционное движение, сегодня с утра торгуемся уже ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, и вероятно снижение коррекционно до отметки 10622. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман, это был же дневный обзор основных инструментов. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и пишите ваши комментарии. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.